Снова всем здравствуйте! Сегодня мы будем заниматься розами, как их удобрить, как их привести в чувство после зимы. Вот мы сняли укрытие, их поставили на опору плетущиеся розы плетистые. Обычные розы мы тоже сняли с укрытия, обрезали старые сухие, которые отмерзли, эти веточки. Все наши, вот мы их все обрезали до зеленой части. Обрезаем все, не жалеем, смотрим, что можно подлечить. Если слезла кора, можно ее подмазать зеленочкой, как бы залечить ранки. Ну вот и бывают такие случаи, что просто она у нас замерзла. Но мы ее не торопимся выбрасывать. Возможно, где-то есть почечка сохранилась, и она уже пойдет расти дальше. Ну вот. Сейчас мы обработаем все наши розочки медным купоросом. Растворим медный купорос, одна ложка столовая на литр воды. Чтобы наши розочки после зимовки ни чем-нибудь не заболели. Вот тоже есть такой плачевный у меня кустик. Но я его не тороплюсь, может быть, он и пойдет. Вот эта плечистая роза тоже не обработана, потому что она у нас лежала. Я укрывала свои розочки только лапником, больше ничем. Ну вот. Сейчас мы их обшикаем. Наши розочки. Вот после того, как мы обшикали, обработали наши розочки медным купоросом, мы посыпаем удобрением. Это удобрение у меня гранулы куриного помета, Роза, потому что роза это дочь навоза. Она очень любит покушать, поэтому ее кормим. Вот так вот. И тогда она нас порадует цветением. Вот еще можно по горсточке насыпать суперфосфата. Это азотосодержащие еще гранулы, которые тоже нашим розочкам сделают хорошее питание. Вот просто немножечко, не будем много, чтобы она у нас не зажирила, а то листва будет у нас красивая, а цветочков будет мало. Вот так вот. Я это просто покажу. По горсточке специальное удобрение для роз, просто по горсточке я взяла. Тоже тут сухие гранулы. Я их просто раскидала. Ну вот. О, как мы рассыпали гранулы, мы вот так вот все аккуратненько размешаем, чтобы все впиталось у нас хорошо, разошлось по всем растениям, по всей земле и дала питание нашим розочкам. Ну вот. Все перемешаем. Сегодня 5 апреля. стоит уже плюсовая температура, но возможно еще холода, так что ничего другого не ссадим, только даем нашим розочкам проснуться. Ну вот так проделываем со всеми розочками, аккуратненько, не повредив корневую систему. Ну вот. Все прорыхлим, все удобрим. И, пожалуй, больше делать ничего с нашими розочками не надо. Ну вот. Всем спасибо. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.